Дорогие резыкненцы! Сейчас стою на площади рядом с памятником освободителям Резыкны от фашистской оккупации для того, чтобы публично выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма на территории самоуправления, которым руковожу. В последнее время русские в Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они русские. Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским в Латвии нужна реабилитация, потому говорю на русском. Мы, латвийские и русские, не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Мы глубоко переживаем о жертвах этой войны, где с обоих сторон гибнут славяне. Для всех нас это трагедия. Мы хотим мира и Украине, и России как можно скорее. Невераты и памятники, которые государство решило демонтировать. В 1944 году от нацистов Резекна и Латвию освобождали русские, украинцы, латыши. Среди них и мой дед Александр Барташевич. Он погиб под Мадонной. Где его могила, я не знаю. Поэтому цветы приносил сюда, к памятнику, который создали латышские скульпторы Отто Каллес и Оэрс Силенч. Скажу откровенно. До последнего момента надеялся, что можно избежать варварских действий. Что никому в Латвии невыгодно обострять ситуацию, и что здравый смысл подскажет властям правильное решение. Это значительное. Час общества со своей особой болью будет услышано. Для этого предлагал компромиссные решения. Одно из них перенос памятника на мирное кладбище. Закон бы не был нарушен, а важный для многих Резекненцев монумент был бы сохранен. Переписка с ответственными инстанциями и дискуссии с министерством показали, что такой путь невозможен. Второй компромисс. Оставить демонтированный памятник в Резекне. Тоже отрицательный ответ. Еще было решение Комитета ООН по правам человека приостановить снос памятника в Резекне и Латвии дать пояснение своим действиям. Удивительно, но раньше этого решения, которое я прочитал в соцсетях, я получил письмо МИДа Латвии, в котором сообщалось, что решение Комитета ООН не носит обязывающий характер для Латвии. И памятник все же нужно снести до 15 ноября. Откровенно меня пугает, как быстро растет трещина между разными частями латвийского общества, и раздел проходит не только по национальному признаку. Пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях. Ирония судьбы, но об этой опасности я многократно говорил именно здесь, на этой площади. Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками, но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям. Еще я хочу попросить своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно. Демонтаж памятника Врезыкны произойдет в дневное время. Демонтаж памятника Врезыкны произойдет в дневное время.